Всем привет! С вами Игорь на канале Homemade и сегодня мы с вами будем делать авторизированную роборуку на Ардуино. Поехали! Итак, нам понадобится 4 сервопривода и также к ним тяги и винтики. Понадобится Ардуино, любая. Я буду использовать Ардуино Промини. На неё уже напаяны 2 резистора, которые нам понадобятся. Также нам понадобится 4 переменных резистора на 10-20 кОм. Примерно в этих параметрах. Также нам понадобятся разные провода. Палочки для мороженого несколько штук. А также палочки для шашлыка. Берём палочки для мороженого и ровно посередине делаем отметку и разрезаем. В центре делаем отверстие. Должно получиться вот так. Теперь мы сможем эту палочку. Кстати, надо будет серву подключить к Ардуино и повернуть на 90 градусов. Чтобы серва повернулась в 90 градусов. После этого берём одинарную тягу, устанавливаем. Ставим палочку вот так. Здесь мы всё зальём клеем, чтобы она держалась крепко. Теперь возьмём наш набор. Здесь в наборе есть длинные винтики, которые предназначены для крепления. И теперь мы берём длинным винтиком, прикручиваем палочку к сервоприводу. Это будет... Здесь мы зальём всё клеем, чтобы она крепко держалась. Это будет одна из ног для нашего робота. Следующий шаг. Мы берём также палочку. Она примерно такой же длины, если брать по центру. И мы соединим вот так две сервы. Тоже посадим на клей. И для твёрдости, кроме этого, мы ещё сюда поставим... Я приклею вот так две бамбуковые палочки для большей прочности. Следующим шагом нам нужно будет сделать клешню. Точно так же нам нужно будет серву установить в 90 градусов. Надеваем. Где-то вот так. Вот так это всё дело надо будет отпилить. Она будет обрезать. И здесь мы сделаем клешню. Здесь у нас будет... Вот так она установлена. Здесь у нас будет ещё одна серва стоять. У которой тоже будет своя тяга. И эта серва будет сжимать и разжимать. Точнее говоря, будет это вот так выглядеть. Она будет сжимать и разжимать клешню. Итак, вот что у меня получилось. Пока что это только начало, не завершённое. Вот вырезанная часть. Здесь пружинищий немножко металл. В принципе, вместо металла можно использовать пружинищий пластик. Например, стяжку. Но эта стяжка из такого очень мягкого пластика. Он слишком сильно пружинит. Если взять более жёсткий пластик, то можно его использовать и с него сделать тягу. Ну, не тягу, а клешню. Принцип такой. Здесь две нитки. Здесь будет у нас серва стоять. Сера будет подтягивать. И клешня будет сжиматься. Осталось нам всё это собрать. Также вот эту основу. Мы её сейчас сначала открутим. Нужно взять серву, которая будет у нас основной опорой. Поставить на неё. Тоже сначала установить её в 90 градусов. И мы на неё устанавливаем вот так. То есть сначала здесь нам нужно будет прикрутить. Наш винтик. И нам нужно будет теперь эту палочку, которая самая первая опора, её здесь закрепить. Должно получиться вот так. И вот я её так закрепил. Она здесь стоит. Теперь можно сюда уже устанавливать следующую серву. Какая здесь будет стоять. И дальше делать руку. Что мы сейчас и будем делать. Итак, вот что у нас в итоге должно получиться. Как вы видите, здесь стоит у нас 4 сервопривода. Этот основной, который будет основа, на котором будет эта конструкция стоять и поворачиваться. Два колена. Вот ещё одна колена. И серва, которая управляет зажимом. Я подключил Arduino Mega. Написал простенький скетч, где просто серва срабатывает на зажимчик, чтобы проверить работу. Как видите, всё отлично работает. Как видите, всё отлично работает. Сила зажима вполне достаточная. Нормально так держит. Это обычная термоусадка. Я на кончике просто надел для того, чтобы закрепить вот эту вот проволочку. Но можно и нитку использовать. Теперь нам нужно сделать точно такую же конструкцию с точно такими же размерами. То есть, здесь размеры должны быть такие же. Здесь высота. И здесь примерно длина. Но только вместо сервоприводов нам нужно поставить резисторы. Для этого берём оставшиеся пластины. Тоже половинки или другие. И можно прямо на них вот так поставить резистор. Отметить дырочки под сами лапки. Просверлиться и поставить туда резистор. Вот примерно так должно получиться. Вот это у нас имитация нашей клешни. То есть, вот этой вот части. Это у нас будет имитация основы. Здесь также будут поставлены две вот такие опорные части. Вот таким вот видом. Для того, чтобы можно было установиться на переменный резистор. Чтобы сюда можно было поставить. Получается, одной клешнёй, то есть, одной такой конструкцией мы будем поворачивать. И тем самым будем управлять вот этой конструкцией. То есть, робот будет повторять наши движения. И мы его научим не только повторять движения, но и запоминать их. И потом проецировать. Итак, вот у нас основа есть. Вот у нас имитация клешни. Вот такая часть у нас здесь будет стоять в качестве перемычки. Сюда мы зальём всё термоклеем. И для того, чтобы резистор не прокрутился, я ещё вот такие вот две металлические штучки использую. Сейчас попробую поближе показать. Вот наш резистор. Вот такая металлическая штучка с зубцом посредине. Для того, чтобы попасть ровно в резистор. И резистор уже точно никуда не делся. Чтобы точно повернулся. Вот резистор у нас здесь установлен. Так, контакты с обратной стороны торчат. Сюда мы будем припаиваться. Это у нас будет вот так. И сюда мы поставим вот эту штуку. Даже повернём как-то вот так вот. И зальём это всё дело термоклеем. Для того, чтобы это всё крепко держалось. И точно так же с этой стороны мы установим и закрепим. Итак, вот по факту, что у нас получилось. Вот у нас сама механическая рука. И вот её вторая часть. Аналог. В которой здесь установлены у нас резисторы. Вот этот резистор, который здесь стоит у меня. Этот резистор будет отвечать за зажим клешни. То есть, этой ручкой. Я буду вот так делать. И клешня будет сжиматься, либо разжиматься. Изначально я думал в качестве основы использовать маленький резистор. Но потом подумал, что это как-то не очень. Он маленький, хлипенький. И дёрнешь, и отломается. Поэтому в качестве основы будет вот такой вот серьёзный нормальный резистор переменной на 10 кОм. Который я сюда вот так вот поставлю. Осталось это всё закрепить. Поставить на основание. И подключиться всё к Ардуино. И так вот, что у нас получилось. Вот основа нашей серво-руки. Вот она вот так у нас находится. В принципе, если что-то тяжёлое, будете поднимать, то можно сюда какой-то грузик положить дополнительно. Но, в принципе, и так вполне нормально. Вот наша рука, которой мы будем управлять. С помощью которой мы будем управлять. Это стоит на резисторе. Ардуино про мини. Осталось только вот эти провода припаять к Ардуино. Сюда подключить все серверы. Поподключать. И залить скетч. Вот что у меня получилось. Вот сама установленная наша рука. Переменный резистор внизу на основании стоит. Кнопочка чисто для нажимания. И один переключатель. Я его не устанавливал. В принципе, можно и без него. Но я его ставил. Этот переключатель, он переключает режим либо воспроизведения, либо в паузу. То есть, когда контакты замкнуты, то работа идет. Если контакты разомкнуты, то и пауза работы. Все здесь припаяно. К Ардуино подключены сервы. Вот они здесь установлены. Я поставил еще большой конденсатор, потому что, если конденсатор не ставить, то сервы по питанию вызывают импульсы проседания, и работа сбивается. Поэтому лучше использовать конденсатор какой-то хороший поставить на питание. В принципе, здесь больше ничего налаживать не надо. И уже как есть, можно этим всем делом работать. Так, подключаем питание. Оставим в положение одинаковое, чтобы было. Я управляю рукой, и моторука за мной все повторяет. И можно какое-то действие придумать. И это действие будет делаться. Теперь, по поводу кнопок, которые здесь находятся. Ну, это понятно, это включение и отключение паузы. Вот эта кнопка, она нужна для того, чтобы обучать робота чему-то. Допустим, вот у нас есть баночка с палочками, коробочка. Так, первым делом разжимаем щипцы и нажимаем на кнопочку. Как только я, например, нажимаю на кнопочку, мигает светодиод и говорит о том, что запомнилось текущее положение. Теперь я беру Сейчас подвину поудобнее. Вот в этом положении запомним. Теперь опускаем щипцы туда поглубже. Тоже запоминаем это положение. Теперь щипцы зажимаем. Тоже запоминаем. То есть, каждое движение мы запоминаем. Теперь поворачиваем. Вот такое положение. Тоже запоминаем. Опустимся пониже. Вот так вот. И разжимаем щипцы. И теперь повыше поднимаемся. Вот действие, которое мы сделали. И Ардуино сейчас эти действия запомнила. Теперь, чтобы эти действия повторить, нужно два раза быстро нажать на кнопку. Не поймал. Бывает. Видите, сейчас он встал на паузу. Для того, чтобы эта пауза между действиями была поменьше, нужно вот этот регулятор, который мы щипцы зажимали, его нужно перевести в другое положение. этим регулятором можно регулировать паузу между действиями. Между повторами действий. Поймал. Ну, так или иначе, вы видите, робот работает и выполняет определенные действия. Это был triumph. Я делаю огромный успех. Это сложно оберегать мою satisfacción. Продолжение следует... Если вы хотите остановить робота и обучить его чему-нибудь новому, есть два варианта. Можно просто-напросто нажать на сброс. И тогда робот возвратится в положение, которое ему указано сейчас. Ну давайте его сейчас чему-нибудь обучим. Например, такое положение. И потом такое положение. Все, и запустили. И вот робот пытается повторять эти действия. Но если мы хотим внести какую-то коррективу, нажимаем один раз кнопку. Только кнопку надо нажимать не во время паузы, а тогда, когда робот что-то делает. Давайте мы сейчас паузу уменьшим. Вот мы нажали на кнопочку. И теперь можно какие-то дополнительные действия сделать. Например, взять палочку. КОНЕЦ 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 И теперь видите, что робот делает? Он повторяет предыдущие действия и пытается сделать то, что мы делали. Но я немножко не криво сделал, поэтому он криво сейчас и работает. Робота можно обучить практически любому действию, которое вам понравится. И он будет делать то, что вы хотите. В общем, очень прикольная штука. Так, по поводу скетча. Скетч не мой. Я его скопировал. Взял уже готовый с одного ресурса. Ссылочки все будут в описании, как на скетч, так и на ресурс, где я его скачал. Я его полностью весь объяснять не буду, потому что, честно говоря, я в нем немножко запутался. Во-первых, описание к нему частично на английском, частично на немецком. Во-вторых, я бы его сделал гораздо проще, если бы я делал. И некоторые функции я бы сделал бы все немножко по-другому. Ну да ладно. Единственное, на что я хотел бы вам обратить внимание. Вот есть функция чтения резисторов переменных. И здесь есть, я закомментировал все. Но если у вас вдруг получится так, что у вас положение ручки вот такое, а робота вот такое. Или наоборот, у вас ручка слишком низкая, а робота вот такое. И они только так соответствуют. То есть, не идеально одинаково положение самих колен. То это все можно здесь подкорректировать. То есть, убираете комментирование и прибавляете к значению, то есть, к вот этому значению, которое вы получили с чтения резистора. Прибавляете какое-то значение, либо в плюсе, либо в минусе. Тогда вы сможете скорректировать положение робота. Его клешни, его колен всех, для того, чтобы оно все было правильно работало. Как я уже говорил, скетч, он написан не мной, и я в нем, честно говоря, плохо разбираюсь. Я надеюсь, вы сможете в нем разобраться и как-то его под себя переделать. Потому что я решил, что я когда буду дальше этот проект развивать в механической руке, то я буду полностью делать всю схему, полностью программу писать сам. Разве что некоторые принципы подсмотрю у других. Но этот пример для меня, он немножко заумный, немножко запутанный. Вот такой вот прикольный проект получился. Довольно-таки интересно, все работает. Я еще в будущем переделаю эту клешню, чтобы она лучше зажимала, более правильно работала. Возможно, куплю более лучшие сервы, потому что эти, они самые дешевенькие. И они немножко слабенькие. Как видите, оно так все хлипенько играет, все такой холодец, а не механическая рука. В общем, есть более лучшие сервы есть. Они чуть-чуть дороже, но зато они более качественные, более мощные. С металлическими шестернями, и оно как бы все более надежно. Я вам желаю успехов. Пусть ваши проекты будут классными, интересными. Подписывайтесь на канал. Всем пока!